Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в клуб анонимных криптотрейдеров, точнее в новое видео. Инвесторы до сих пор создают безумный хаос на криптовалютном рынке. Мы видели, как биткоин упал с 30 тысяч долларов до 20 тысяч долларов и даже ниже всего лишь за несколько дней. И теперь мы находимся в новой криптовалютной зиме. Крупные криптовалютные компании объявляют о своем банкротстве, все друг друга обвиняют, а инвестиционные портфели стремительно обесцениваются. И наконец-то мы снова видим заголовки для криптовалюты и биткоина, что теперь они опять мертвы. Запрос биткоин мертв в гугле достиг исторического пика, вот настолько он популярен. Мы так много и долго слышим и слышали плохие новости, что я захотел снять видео, которое станет светлым лучом в темном царстве негатива. Так я поддержу тебя и заодно себя самого. Сегодня я напомню тебе, что зима, какой бы она жестокой ни была, все равно однажды закончится. Также я расскажу, почему криптолето, которое придет на смену зиме, будет не менее эпичным, чем это падение. А закончу этот выпуск двумя очень хорошими советами от двух очень умных людей, Сизет, основателя Бинанса, и от генерального директора одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, Фиделити, Эбигейл Джонсон. И как всегда, если тебе нравится контент, не забывай поставить лайк. Большое спасибо за поддержку, это очень-очень помогает. Итак, в отличие от криптовалютной зимы в 2018 году, когда действительно казалось, что криптовалюте и биткоину конец, на этот раз мы наблюдаем невероятные разработки и развитие, сокрытые пеленой эмоций из паники и депрессии. Давай разберемся в этом глубже. И начнем с принятия криптовалюты. Многие из вас наверняка уже видели это сравнение принятия интернета в свое время криптовалюты сейчас. Но я считаю это хорошим напоминанием, что криптовалюта растет экспоненциально, и сотни миллионов пользователей добавляются с каждым новым циклом. Этот график показывает, что криптовалюта сейчас растет в плане принятия так же быстро, как однажды это делал интернет. Так что и следующий новый Bullrun добавит несколько сотен миллионов новых пользователей, если не больше. Давай посмотрим, что происходит с криптовалютой в Соединенных Штатах Америки. В июне этого года там представили долгожданный криптовалютный законопроект, который будет регулировать криптоиндустрии в Соединенных Штатах. И этот закон олицетворяет все, что происходит с криптоиндустрией в США, и все, что с ней там будет. Мы видим, что есть множество сенаторов, которые поддерживают крипту. Есть губернаторы штатов, которые уже получают зарплату в биткоине. А теперь в Сенате существует целое криптовалютное лобби, которое продвигает идеи принятия и регулирования криптовалют. И оно случится в Соединенных Штатах рано или поздно. А недавно мы видели заявление Fidelity о том, что они разрешат своим работникам использовать биткоин в качестве инвестиций в свой пенсионный план 401k. Если что, это самый популярный пенсионный план а-ля накопительный счет для пенсии в США. Фактически, биткоин прямо сейчас становится частью пенсионных накоплений людей. И это само по себе является огромными новостями для криптовалюты. American Express, крупнейший американский банк, в прошлом месяце анонсировал первую кредитную карту в партнерстве с компанией Abra. Ее особенность в том, что затраты клиент получает криптовалюту как вознаграждение. Это большой шаг для внедрения криптовалюты в банковские системы и карты. Citadel и Virtu вместе с Fidelity создают платформу для криптотрейдинга. Это одни из крупнейших мировых макетмейкеров и работают они с крупнейшими инвестиционными компаниями. Платформа заработает до конца года. Это означает, что криптовалюта получит доступ к этим гигантам инвестиций уже в 2023 году. Затем Circle, компания, которая создала USDC. Стейблкоин, привязанный к доллару. И сейчас этот стейблкоин является вторым по размеру после тезера. Теперь эта компания заходит на европейский рынок и создает стейблкоин, обеспеченный уже не долларом США, а евро. И запустить его планирует до конца этого месяца. Великобритания, что мы имеем здесь? Раньше тут только министр финансов что-то говорил о том, что людям стоит приготовиться к потере всех своих вложений в криптовалюту. Но затем вдруг министр цифровых технологий Великобритании в прошлом месяце заявил о желании и стремлении превратить Британию в большой криптовалютный хаб. То есть их отношение к криптовалюте начинает меняться в лучшую сторону. В Австралии недавно представили Bitcoin ETF. Самое важное, что это не фьючерсный ETF, а те самые спотовые, которые мы так ждем от Соединенных Штатов. А всего 10 дней назад австралийская криптовалютная биржа BTC Markets стала первой криптовалютной организацией, которая получила лицензию на финансовые услуги в стране. Так что Австралия тоже постепенно принимает криптовалюты, вначале запуская Bitcoin ETF с потовой, а теперь еще регулируя криптовалютные биржи. В конце июня Visa анонсировала запуск карт с поддержкой криптовалюты и биткоина в Латинской Америке. Как ты знаешь, Visa – одна из крупнейших платежных компаний в мире, и теперь она анонсирует целую серию криптовалютных карт, которые позволят покупать криптовалюту и тратить ее в любой стране, где принимают карты Visa. Также с помощью разных партнеров Visa обещает даже кэшбэки в криптовалюте, затраты с их карточки. Так что криптовалюта вскоре распространится по Латинской Америке. 21 июня 2022 года гигант профессиональных услуг Deloitte, который является крупнейшей профессиональной сетью в мире по количеству сотрудников, совместно с компанией New York Digital Investment Group создает альянс с целью помогать предприятиям по всему миру внедрять и принимать биткоин. Криптовалюту стремятся интегрировать в бизнес и уже предпринимают для этого действия, пока все остальные видят лишь обвал курсов на биржах. Этим летом финансовая компания Citibank заключила партнерское соглашение с Metaco – поставщиком услуг по хранению цифровых активов, чтобы начать разработку и пилотное тестирование услуг по хранению криптовалют и их продуктов, например, токенизированных акций. Что это значит простыми словами? А то, что банки сейчас пытаются получить возможность хранить криптовалютные продукты, а значит клиенты смогут покупать, продавать и хранить свою криптовалюту с помощью банков. Для многих это будет простым способом работать с криптовалютами, и многие не работают с криптовалютами как раз из-за того, что не знают как. Банки им в этом помогут. Binance в конце мая 2022 года получил разрешение работать в Италии. Также они получили аналогичные разрешения в Бахрейне и Дубае. Binance получает лицензии в новых странах. И самое интересное, что все это развитие происходит на протяжении нескольких последних недель, когда все беспокоены только лишь тем, что биткоин снова упал. И никто не замечает, насколько на самом деле развивается криптоиндустрия. И хотя мы не особо углублялись в эти события, и так понятно, что каждый из них даже само по себе является уже большим событием, которое мало кто сейчас заметил. Ведь все видят только массивный обвал рынка и кучу страшных заголовков про смерть биткоина и криптовалюты. Очевидно, что сейчас происходит развитие, и прямо сейчас они закладывают фундамент для следующего взрыва криптовалюты, когда бы он не случился, но в том, что он случится, я уверен. В то же время, еще одной идеей этого видео, кроме того, чтобы следить за принятием и развитием криптовалюты, является то, что нужно быть очень осторожным, когда ты выбираешь, чьи мысли и мнения принимать во внимание. К сожалению, все люди очень легко внушаемы, на всех людей легко влиять. Особенно легко делать это лидером мнений. Так что в следующие 12 месяцев нам всем нужно защищать свои головы от такого негативного влияния, а его сейчас, ой, как много. Лично я пытаюсь игнорировать мнение 99% людей и просто иду к своей цели, в которую верю. А верю я в криптовалюту, причем делаю это даже тогда, когда почти никто не верит. Я фокусируюсь лишь на небольшом количестве людей, которым прислушиваюсь, например, Рауль Паль или Боб Лукас. В число этих людей я записал также и генерального директора Бинанса и главу Фиделити. Основатель Бинанса Сизет недавно дал отличный совет всем своим читателям. Он сказал, на рынках льется кровь, затаитесь и убедитесь, что сможете ее пережить. Как по мне, это отличный совет для того, чтобы не сойти с ума, не набрать кредитов, чтобы покупать дешевый биткоин и не пугаться больших падений рынка. Также Сизет опубликовал глобальный логарифмический график биткоина и отметил интересные вещи на нем. Каждый раз, когда биткоин достигал очередного пика, все кричали, что он находится в состоянии пузыря. Но каждый раз, когда он переживал кровавый медвежий рынок, все кричали, что биткоин мертв. Это повторяется снова и снова. Сизет прокомментировал, исторически, если вы покупали биткоин каждый раз, когда все кричали, что он мертв, в итоге у вас все хорошо. Логично, когда все теряют надежду, это тот самый момент. Однако он добавил, что это не финансовый совет. Еще один интересный пост от Сизет. В 2017 году мы думали, что 20 тысяч долларов за биткоин – это до безумия много. Сегодня мы думаем, что 20 тысяч долларов – это до безумия болезненно. Индустрия растет. Мне понравилась перспектива, которую он описал в этом посте. Всего несколько лет назад 20 тысяч долларов за биткоин считалось огромным пузырем. Сейчас все уже думают по-другому, что 20 тысяч долларов – это массивный обвал, что это очень больно. Но на самом деле это означает только то, что криптовалюта, как индустрия, расширяется, развивается и растет. И напоследок я хочу показать тебе отрывок из интервью генерального директора Фиделити, которая является одной из богатейших женщин на планете по версии Форбс. Она поднимает очень важную тему, хочу, чтобы ты ее услышал. Я видела множество взлетов и падений, но рассматриваю их как возможности. И я всегда являлась человеком, чье мнение не совпадает с мнением большинства. Так что если вы верите, что фундаменталы на долгосрочной дистанции являются очень сильными, а все остальные кричат только лишь о падении, это то самое время, когда нужно наоборот еще усерднее и глубже вовлекаться в тему. Обычно это является правильным решением. Да, сейчас я чувствую себя ужасно из-за того, сколько было потеряно на падении. Но я верю, что криптовалюта еще ожидает много-много всего хорошего. Да, когда биткоин рухнул на 75% от своего пика, очень легко податься страху и панике. Однако, если ты только на один день отступишь от негативных новостей потока фада в медиа, ты сумеешь заметить, какое развитие происходит прямо сейчас на наших глазах, какой фундамент для будущего криптоиндустрии строится. Многие этого не видят. Количество пользователей растет экспоненциально. США продвигает криптовалютный закон. Криптовалюта становится частью банковских карт. Виза готовит кэшбэк в криптовалюте. Великобритания собирается стать криптоцентром. Австралия уже становится им. Банки готовят возможности хранить криптовалюту. Большие финансовые организации готовят способы внедрения криптовалюты в бизнес по всему миру. Крупные биржи, как Binance, получают разрешение на официальную работу в разных странах мира. Но также в следующие 12 месяцев мы должны избирательно выбирать тех, кого слушать. Основатель Binance проводит замечательные исторические параллели, а генеральный директор Fidelity заявляет, что сейчас наоборот нужно удвоить свое присутствие в криптовалюте. Надеюсь, я немного поддержал тебя так, как ты поддержал меня вчера. Мне очень приятно, ведь мы набрали больше 4000 лайков на вчерашнем ролике. Надеюсь, что сегодня мне удалось отплатить тебе той же монетой. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok